Субтитры создавал DimaTorzok Никаким образом не знаю, ни фамилии, ничего Ну да, тем не менее я постоянно, если вы следите за публикацией на канале Игнатия Тихоновича, то увидите, что я вам комментирую, там, и слежу за имя творчество Творчество? А почему вы называете творчество? Ну не знаю, я иначе не назвать никак, человек себя самовыражает, вы себя через иконы выражаете, он себя через свой православный канал В любом случае это субъективная точка зрения Он назвал бы не творчество, а жизнь Человек подарил свою жизнь Вот и старается научить других А чего учить-то? Мне кажется, что... Учить тому, чтобы мы потеряли Потеряли, оторвались от земли Человек забыл запах земли В этом беда Ай, вот тут-то вы правы Но у меня сразу же вопрос Игнатия Тихоновича, он претендует и на объективность Он сам-то не такой же житель земли, как и мы И у него свой просто взгляд есть на вещи И в чем-то он отличается, кстати, от точки зрения других людей И этим и обусловлены часто его конфликты с окружающими, там, с представителями церкви, РПЦ, которые там, вот их не было, застольят Такие пародики делают Это все это с точки зрения, мой взгляд Суть в том, что полезные сосуды и употребления в этой жизни есть полезные сосуды И можно их ассоциировать с деревьями нас, людей Есть деревья плодоносящие, а есть деревья неприносящие плода Которые не потребны к этой жизни Так, тогда сразу же у меня вопрос возникает А что вы подразумеваете под плодами? Плоды любви Чувствовать то, что нужно ближнему человеку, вперед к его проявлению Понимать человек, вот это мы потеряли в отношении друг к другу Люди сегодня не то, чтобы, ну как в откровении описано, посредством умножения беззакония Отладить любовь к людям, да? Вот мы потеряли закон Божий И мы не знаем, как оказывать любовь сегодня друг другу, да? А человек, да, он христианин, в первую очередь, он человек Божий, он просыпается и думает, так, чем мне сегодня кому помочь? Вот, он о себе не заботится в этой жизни Добудется о нем начинает Бог А он, в свою очередь, начинает добудется о других Видите, в чем дело Вы немножечко, когда говорите об этом, вы немножечко максималист в этом плане Не обязательно Люди ведь они по-разному эти плоды приносят Кто-то котенка бездомного покормил Кто-то мимостыню в переходе подал И это уже и служение прежнему слою Не обязательно это посвящать всю свою жизнь Я же об этом и говорю, я же не говорю, не употребляю Честно Тогда Конечно, фантик подобрал, там землю лапочку покрасил, починил Все это плоды любви, конечно Сергей, тогда просто перестаньте смотреть новости Я вам, как человек, который вот общается с окружающим миром, с людьми В разных ипостасиях и в разных проявлениях скажу Что все идет своим чередом Люди стали думальнее, люди становятся думальнее И все как раз подчинено общему плану Кстати, вот по поводу того, какое отношение здесь христианство имеет, да? Если посмотреть мой канал, там, ну, кто-то смотрит, там и так далее То видно, что я последнее время ударился в буддизм И действительно вижу, что это просто зеркальная религия христианства Да и думаю, если проникнуть и в ислам, и в иударизм То это мы все увидим одно и то же Служение общему куманистическим целям человечества Служение по личному своему Служение общим планом Служение через это Бога Поэтому, в частности, христианство Это просто лишь одна из грани, которую... Я сейчас поясню Это правильно то, что они две противоположные Теперь зеркальное отражение Но буддизм, он служит для земного Как же земное, когда бодхисаттва, который сейчас перевоплощается, Камаба Которого уже семнадцатый раз его выбирают после смерти Это человек, который поклялся... Подождите... Хорошо, с их точки зрения перевоплощается Это человек, который встал на путь бодхисаттвы Когда он дал обет освободить всех живых существ от страдания Представляете, какая грандиозная цель? Вы говорите, что больше земного Да нет, все в той или иной степени они служат общему плану Помогают другим людям Животным помогают Люди милосердные, гуманные Я более того скажу Как Вас зовут? Я не знаю... Евгений Евгений Я знаю одно учение Господь сказал себе Если дверь, путь и жизнь и истина входящий мною Ходит к Отцу моему Вот Кто не входит Христом, тот не входит в их вечер других Учения, я не признаю все эти учения от дьявола Все правильно Это Ваша точка зрения И эта точка зрения, она мной уважаемая Потому что Вы самый настоящий образец христианина Вот почему я и с Игнатием Тихоновичем не ухожу на контакт А так у меня есть с ним огромное просто желание поговорить Потому что я, наоборот, с ним в душу вижу И вот это мое удовольствие Вот это вот постоянное буднение Блудешься Это все меня отражает Я сам в душе всем, как такой же человек И когда я его вижу, там просто себя вижу Вот Но его именно вот эти вот позиции То, что у меня сразу в отряд юридиков Понимаете, я не тихий статистический Они мне не дают Получается, что я приду на его поле И буду с ним по его правилам выбрать Понятно, что я буду в прописном обороже Положенной Но у меня тоже есть жизненный опыт Я тоже Очень Мне это интересует Нет Жизненного опыта у вас никакого нет У сейчас Жизненный опыт, знаете, когда появится Я вот сейчас могу пример такой дать Вот трое суток Трое суток вот так лягте на постели Трое суток не шевелясь пролежите на постели Вы тогда минимальный жизненный опыт получите Пока еще вы ничего не имеете Сергей, вы меня видите и делаете свои оценивочные суждения Даже совершенно меня не зная Вот Ну а если у меня был такой опыт Вы же не знаете, чьей шестом мне в жизни пришлось пройти? Я знаю Я знаю А как знаете? У меня есть Дух Божий говорит Вот Это уже интереснее гораздо У вас ничего подобного нет Хорошо У меня этого нету Но вы Когда разговариваете со мной Видите меня Вы меня характеризуете Как положительного человека Или отрицательного? Я знаете как Люблю Придерживаюсь какого Когда Мастер Маргарит Помните Попелли Ешуа Попелли Пилата А он говорит Целых людей нету Да Ты это Исповедуешь А он говорит Да Я исповедую то же самое Целых людей нету Все правильно Вы знаете Я однажды задался вопросом таким Попадались ли мне в жизни Плохие люди И нет Пришел к выводу Потому что Плохих людей Мне в жизни не попадалось Можно их объяснить С разной точки зрения Поступки Которые Может быть Были против меня направлены Но Не испытываю я Какой-то антипатии К людям Или вражды Или чувство мести Вот Здесь Ешу Он конечно В этом плане был прав Но вот скажите С точки зрения Христианской религии С точки зрения Тех взглядов Духовных Которые Вы придерживаетесь Моя Позиция Пускай не На Не под флагом Христа Пускай Со своих Так сказать Рубежей Утверждения добра В этом мире Неужели это будет Противно Богу Неужели Господь Это не будучи Противно Это только для этого Это только вот для Веси сейчас А для вечности Это ничего не имеет Если мы при этой жизни Христа не примем Внутри себя То нам это Для вечности Но вы согласитесь Что уже ответить на этот вопрос Твеждо И сказать там Что да я был прав Мы сможем только после смерти А сейчас мы находимся В равном узле Нет Я сейчас отвечаю Христианин отвечает Потому что Дух Божий Дух Христа Живет в нем И он отвечает на эти вопросы Очень четко Вы верите в это В христианство Это понятно Но я верю в бессмертие И я верю в вечность И я верю в свой путь Который будет продолжаться В этой вечности А возможно он пойдет Другим путем Неужели Господь при всем этом Бесконечности При всем этом Грандиозности Буддия Который он создал Он придумал И шейный путь для истины Я вспоминаю Джиду Крисаморди Какой-то деятель В Индии Который пришел От нас Такое утверждение Что истина Страна бездорога Вы пропагандируете Одно Буддисты Другое Исламисты Третье Иудаисты Четвертое Но все это Лишь только Субъективная Точка зрения На объективное умение И здесь нет никакого Противоречия Это не субъективное Я именно к объективности Это отношу Я еще раз повторяю Когда Познает Господа Господь Начинает Жить в нем Последствием Его существования Понимаете Я уже не сам Говорю Я не ищу в своей голове Ответы на вопросы Для меня Говорит Господь И я уже В этом не заботился Так вы во мне Живете Неужели вы этого не чувствуете? Нет У вас пока нет ничего У вас пока только горбость Не знаю Я не знаю В этом году Я не знаю В этом году Вы правы Ну вот Мне в любом случае Очень приятно С вами связаться Знаю Я посмотрел Ваш последний ролик Там То что Сейчас Это будет с 11-го года Входите Да Производ Чего? В 2002 В 2002 В этом году В этом году 15 лет 15 лет Да В последнее время Страдание Испытываете Серьезность Из-за камней Да Я же говорю Вот люди Опять Много пишут Людей Которые падают Вот такие Батразные Сейчас болит Бас прогрессирует Человек ходит Внезапно Он раз У него отказывают Постепенно Руки Ноги Вот не женщина Одна пишет Сумасшедший дом Говорит Отправили меня Муши и дети А она орёт от боли Она их не может Выносить никак Ненависть свою Издевает Что все виноваты Они в психушку Отправили и все А у нее вот этот бас Вот И люди совершенно не могут Справляться С своим Вот этим состоянием Которое им Приходит Внезапно Тут Шея ломает Тут под машину Попадает Вот Она же Надо Как Писал Экклесиаст Лучше посещать Дома скорби Нежели дома развлечений То есть мы Мало От нас сегодня Скрывают смерть Мы мало видим смерти Нежели чем раньше Вот Сегодня я же говорю людям Ну садите вот В какую-нибудь палату Там интенсивную терапию Или в детдом Или Ну Дом для инвалидов Дети лежат Вот они Рядами Рядами И они буквально никому не нужны Вот они Они не страдают Они вот Лежат в таком состоянии Они понимают Что им никто уже Они два года Они понимают Что им никто не поможет Что он если будет орать К нему куда идут Он кое-как минимум В балку щелкнут И дальше пойдут Чтобы он замолчал Она вот красавица Такая В фотографиях Там да еще год назад Такая там В одежных модных А сейчас вот она Лежит вот такая Мочевская Мы же не понимаем Совершенно что с нами Может произойти А Господь Господь нам устраивает Вот это состояние Именно для чего А для того чтобы Проверили мы себе Насколько мы Одны для этой вечности Он переход из этой жизни Вечность Он очень тернистый Как и сказал Христос Что Многими скорбями Он бежит вам Войти в Царствие Небесное То есть туда Очень сложно Попасть Очень сложно Человек Вот он не хочет Взять свой крест И понести Болеть какую-то Потерпеть И страдать Но он от нее сразу Отказывается Я не хочу Я не могу И сил нет Через терпение Через Через человека Вылазит вот его Вот это Вот это Внутреннее состояние Которое Человек даже Не подозревает И вот когда В 2002 попал Вот так Я даже Я не понимал Что такое Внутри меня Может жить Вот это вот Такой человек Такое Ганилионов Внутри меня Может Я с этим Болюсь По сегодняшний день Вроде жил Нормальный парень Симпатичный Такой Под метр девяносто Ростом И тут Вдруг такая Мразь Внутри меня Появляется Вот именно И это Объявляет Господь Внутри человека Давая ему болезни Всякие Христы Вы знаете Я тут Буквально Полгода Назад Знакомился С Кабалой Который В нашей стране Пропагандирует Михаил Лайтман Так называл Профессор Еврейский И он ее Популяризирует Именно В нашей среде Так вот Он это объясняет Именно Таким образом То что К Господу Есть два пути Один путь познания Другой страдания Ничто В этом мире Не способно Сопротивляться Закону эволюции То есть развития Все это эволюционирует И человек Тоже Не может От этого закона уйти Но Для этого Есть два пути Один путь Познания Когда он изучает Этот духовный путь Он изучает Те законы Которые есть Когда человек делает Зло зло к нему Возвращается Согласитесь Это больше Относится И к буддизму К христианству Ведь Даже в христианстве написано Око за око Глаз за глаз То что это все И кто с мечом пойдет В христианстве Это нет Как Подождите А как же Игнатий Тихонович Которые говорили Кто с мечом придет Кто-то отмечает Погибнет А кто Ведет в плен Тот сам будет пленен Это же вот Возвращение того То что человек Пропагандирует Ту энергию Которые Я именно говорю О законе Глаз на глаз Это все Ветхий Завет А Христос Такого Он говорит Всякий ненавидящий брат Человек Убийца Он говорит Любите Молитесь За врагов Больше Он говорит О последствиях Если этого Не соблюдать Возмездие Заверие Смерть В смысле Чего Я этого не знаю Да Ну Если отклониться От этого закона Если не любить Окружающих Если наоборот Им нести Зло То Христос же не отрицает Что Возмездие Это уже В этой жизни Всякий Всякий неверующий Сына Божия Он так поет Что всякий неверующий Ввинять Не верующий Он уже труп Он ходящий труп Уже Так верующий Но с определенной точки зрения Сын Божий Это просто Определенное звание И в Иракии Таких много А Будда Который вот Пожалуйста А сейчас Мальчик Это человек Будда Это человек А Христос А Христос Когда 2000 А 2000 А 2000 Лет назад Он когда Сошел на землю Он назвал не в образе человека Представ Образ Человек Образ Совершенно Вот это уже после сверния его Так сказать Опознание И опритенение Да Проще Будду Мать родила От семейного Начатия Христос был А Христа Обязательно 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 Перестал Ваши Шармезные Беседы Они же Деревья Сейчас Летом У меня Отец Из такого же возраста Какого Тридцати слова Берешься Так что я отлично Все это знаю И немножко То, что у него И старческое Раздражение По поводу того, что Это непонеметка Все где знакомо Это уже Стоит конечно Санкт-Петербург Но В любом случае У вас с ним хорошее Отношение Апостол Павел сказал Если возможно Будьте в мире Со всеми Если возможно Я стараюсь Я стараюсь Искать отношения Со всеми Да А вот он Немножечко Здесь упирается Он со всеми отношения Уничтит Одна его фраза Чего стоит так Что В Катериаре покупать Сложнее Чем подряд Кастанарта Нет Не с трудом Вот Ну это Его мировоззрение Ну вот Человек Вот такой человек И что Ну и пускай он так не будет Я же говорю Нам надо Если Хотим Христа Научиться любить То нам надо Друг друг сначала Причем надо Учиться любить На тех не Которые нам нравятся А на тех Которые нам не нравятся А попробуй Возьми его Полюби Вот таким какой он есть Да Как его не полюбить то Если чем больше с ним Знакомишься Так Он больше Чувствует Рождается Да И есть Одна Ну Которые против него Ворюют Ну Они Ворюют В меру своей убежденности Они тоже со своей позиции Говорят Вот В чем для них соответствует Как я вот Попытался вам выразить Свои там допустим Взгляды Которые Будут говорить Такие вот Всеобщие там Которые готовы Все вместе Объединить И христиан Коториков И Людей Которые другие Мироискриминальные Исповедуют там А вы А сразу же говорите Что спасение только через Сына Божьего Мы же знаем Об этом Христосном Еще через Апостол Ивана Сказал 2000 лет назад Дорог К экуменизму Пришествию Антихриста Чем дальше Мы отдалим Вот это объединение Тем дольше Мы сохраним мир Не обязательно Не обязательно же Отрицать Опыт Христа И его учения Опыт Будды Вообще все можно объединить И Рейха в том числе И Блаватскую Это все люди Которые живут Духовным поиском Духовными ускорениями Есть люди Которые живут Материалистическими ускорениями У меня таких Очень много знакомых Я и Раван Освободил в Ипутии И я иду все Я говорю Евангелию А Евангелие нам говорит Духа Божия И Духа заблуждения Давайте так Всякий Дух Который исповедует Иисуса Христа Пришедшему в Апоте Есть Дух От Бога А всякий Дух Который не исповедует Иисуса Христа Пришедшему в Апоте Не есть от Бога Но это Дух Антихриста Понимаете Это все Ад Я именно этого придерживаюсь Мне больше Зачем мне Зачем мне так распыляться Вот это все Я знакомился На протяжении Да я Начал 20 лет Я уже так О религиях Знаю немного Вот Я же не пытаюсь Я же не пытаюсь Это все Относительно Относительно С Евангелием И с библейскими истинами Это все настолько дешево Вот Что за это даже Ломаного гроша нельзя дать Ну Вы видите Для того чтобы Это дело Проникнуть туда Чтобы Назвать масштаб Этого всего Нужно этим жить А если вы Так сказать Замкнулись в определенных Своих домах И остального Адругого абсолютно не касаетесь То вы не можете судить Вы не проникали В суть этих вещей Вы не можете обидеть В суть Я ответственно говорю Да По крайней мере Вот Буддизм там Ну я знаю достаточно Хорошо Все это Я это прекрасно понимаю О чем говорят люди Да Эта вера Она хороша для земли Для земного устроения Для небес она никакая А как же я Который вот В течении своей жизни С определенных событий Воскутывает все это Чувство Божьей благодатию На себе Каждый день Который Каждый день Каждый день Проживает Счастливо Полностью этот день Проживает Я никогда никому Никакому человеку Или что вот Они не отказывают в помощи Всегда готов прийти на помощь И опыт Христа Я не отрицаю абсолютно Я это все наоборот И признаю опыт Христа Но единственное отличие Между вами И мною В том что вы крещеные И сейчас у вас Нашей Символ веры христианской А у меня его нету Потому что я Не могу Настолько вот Пойти Чтобы сказать Да Только этот путь веду Я вижу множество путей Которого в своей жизни И все они ведут Например Как Али Qur'�ade И вижу людей Которые живут Зачастую Даже вообще считать себя Альтроистами Но при этом Их можно назвать Тихо Или Как это Ксоро Люди Которые Они не верят в Кор о Атеисты Да Атеистами Их можно назвать Цветыми людьми Потому что Они живут Так как Им autres mercy Ради других людей Это всё опять для Земли. Это для Земли. Нам предстоит большой переход из этого тела. Я знаю. А кого он сейчас происходит? А там, за этой гранью, есть, ну, как говорится, два мира. Вот мир инфермальный и мир Божий, да. Чтобы нам преодолеть вот это вот второе небо, ну, посредством, как Игнатих еще объясняет, возьмем флаг российский, да. Да. Чтобы преодолеть это второе небо, нам нужны особые качества в этой жизни. А что за качество? Это иметь Господа Христа внутри себя. Только Он пронесет нас через это небо. Никто другой, не Будда, там, ни Махатхаров, там, ни этот самый, ни Рерих, никто нас не пронесет. Вот когда мы с вами в вечности встретимся, то это будет самым лучшим доводом для того, чтобы об этом поговорить. Вы не нахлете? Это уже не, это уже не довод. Решать, решать, решать только здесь мы должны. А как потом, когда... Такое все решено. Когда человек чувствует, когда человек рождается для этой высшей жизни, для бессмертия, это проявляется не в том, что он принял христианство, во что-то уверен, он понял, то, что все это грандиозность этой жизни. Не в том, что он принял, а конкретную Личность Христа. И не то, что он принял, а он гривоплотился, он уже не сам по себе живет. Это вот уже не тот человек с именем и фамилией, а это Христос живет в нем, внутри него. Вы видите, в чем дело. Христос пришел не для того, чтобы создать религию, и для того, чтобы культ какой-то зародить. Христос пришел как человек для того, чтобы показать путь, который может пройти любой человек. Не был переполнен чувством гордыни, чтобы прийти как Господь, каким-то низшим существам, и добиться к себе поклонения. Нет, Господь-то пришел, чтобы путь показал, который может пройти каждый, более того, не просто каждый, даже каждый грешник может пройти. От себя, говорите, а я руководствуюсь Священным Писанием. А Священное Писание нам говорит о том, что никто не может прийти к Отцу, как только через меня, говорит Господь. Священное Писание – это просто книга, это просто текст. Как его человек интерпретирует, это уже зависит от его собственного развития. Вы согласитесь, что были времена, когда люди убивали и жгли других людей. Это же под флагом Священного Писания. Я понимаю, я опять же скажу, посредством Священного Писания. Интерпретировать человек не сможет, никак, если внутри него не будет рыть Дух Божий. А зачем же оно? Господь, когда ухожу, сказал, я ухожу, но я умолю Отца прислать вам Духа, который наставит и научит вас во всех делах. Если Духа Божьего мы не имеем, Духа Христова, то мы и не Его. Мы тогда никто вообще. Вы поймите, вы правильно говорите там все это. Но для чего же оно было написано, как для того, чтобы человек его интерпретировал, чтобы человек его как раз над ним задумывал. Я говорю, вот еще раз, вам тяжело, конечно, понять, потому что это нужно... Владимир, я отлично в вашей позиции понимаю, потому что я вас очень много смотрел, годами, Владимир, я отлично, что вы знакомы. Послушайте, мне очень тяжело, я лежу, у меня поле не было. Извините. Понимаете? Я вот, например, если... Я о чем говорю? То, что Дух Божий, который внутрь нас селяется, это уже не называется, и я могу интерпретировать. То есть, если я общаюсь с человеком, то я ему говорю, я от себя... Вот мы сейчас общаемся, да, я говорю, я от себя ничего не говорю. Я говорю только то, что говорит Слово Божие через меня. И все. А, ну, как со мной спорить, если я от себя не говорю? Так все правильно. Вы знаете, что такое понятие эгрегор? Эгрегор — это определенная энергия коллективного сознания. Если определенная группа людей верит в Христа, то, пожалуйста, верит в Бога, там, и так далее, то они своей энергией, энергии своего внимания, энергии своего сознания, не создают определенного эгрегор, который способен влиять на самую легенную вещь, людей, вы уже в этом станете. Я просто этому стану не принадлежу. Но все, и вы, и я, и Бога, и Бога. Жень, вот вы смотрите меня, а я же, и я вот начинаю рассказать, что был 2003 года, когда я обратился. Я не знал вообще, рядом со мной не было ни христиан, вот целых два года, ни священников никаких. У меня дома была просто Библия, и все. И я захотел ее читать. Вот какое-то желание в меня вошло, и все. Я стал ее читать, меня никто не учил, ничего. Такого эгрегора вокруг у меня не было, ни пи, никого. Со мной произошли кардинальные такие изменения. Я еще тогда ко мне друзья приходили, я курил, допустим, выпивал с ними, да. А потом я, после прочтения этой книги, я понял, что это, вот, дым втягивает в себя, вот, ну, даже половину разума не надо, чтобы понять это, чтобы себя дым втягивать, где-то в безумие, втягивать и выпускать из себя дым. Меня просто это ошарашило. Вот, когда дух в человека вселяется, он понимает все, все, что его окружает, вот эта мерность вся. Все правильно выясняется. Абсолютно. Я с вами полностью согласен, конечно. Сейчас, а что, как у вас дела обстоят? Как у вас матушка поживает? Слава Богу за все. Я об этом не замочусь. Как бы, на, на Господа всего доложаю, есть сегодня здоровье, слава Богу. Я готовлюсь, вот, переход, все, больше меня в этой жизни ничего не интересует. Я вас очень понимаю. И я живу этими устремлениями, понимаете? И я жду перехода. Я точно знаю, что сейчас идет жатва отделения звериным треемлем. Вот сейчас, именно в эти времена, происходят вот эти вот события, которые были написаны в откровении Анна Богослова. Никогда они потом пройдут, сейчас именно это происходит. У меня ведь тоже был такой период, когда я знаю, что я не был вот это рожден Духа Святого. Когда я жил, был, может быть, 13-14 лет, я глядел на людей, которые ходят по серым улицам, видел, как они идут на работу, с работы, я не могу представить, неужели у меня такая жизнь ждет до конца, до конца дней. Потом, вдруг, я стал для себя открывать, равними путями, какие-то, Балавадское, ироэрихи были, и чтение различных абсолютно духовных практик, и так далее. Но это все позволило составить себе публику и картинку представления. И сейчас я совершенно другое мнение. Я знал, что мир абсолютно не такой, как его. Большинство людей себе представляет. Это гораздо более интересное, сложное, это бесконечное путешествие. Вот этот земной мир, земной мир, он ничего из себя не представляет. Это, это лабиринт сомнений, и все. Вы меня извините, но вы это говорите только с точки зрения своей. А я, как человек, который более, будем говорить, живет по во всемной жизни, вижу, что этот мир гораздо более интересен. И перемены климата, и вот эти вот природы, которые нас окружают, я вот казахстан, стал бы ходить о чем там 35 километров. Это все настолько удивительно, и настолько это все необъяснимо, как это все было создано, и это как все это балансирует, несмотря на все попытки человека, все это разрушить. Для меня это самое живое свидетельство о том, что есть великий замысел, что есть Господь. Жень, когда я вышел из тела, из своего, вот, это было несколько минут всего лишь, когда я вошел в него обратно, меня в этом мире больше ничего не интересует. Меня тоже было. Ни одно событие, ни одно там что-то, какое-то проявление, природа какая-то, все, все это. но вы ведь не будете отрицать, что есть даже практики такие, астральный выход из тела, и как этого добиться. И я, у меня было два раза выход из тела. Вот. Я это все переживал и чувствовал, и после этого, я, конечно, для меня это было глубокое потрясение, почувствовать себя, это, почувствовать этот полет, почувствовать этот движение, движение, можно искать в этой жизни, если мы знаем, что есть мир такой, который даже и то, его сравнить нельзя с этим миром. Но это же было лишь мимолетное явление, вы сами говорите, у вас было это несколько минут. Но по каким-то причинам мы здесь живем, а значит должны жить. Но неужели будет для Господа лучше, если мы будем себя травмировать, если всякое. Мы живем настолько для того, чтобы подготовиться к переходу и все. Как только... он уходит. Но одно ведь другому не мешает готовиться к переходу и наслаждаться... Господь сказал, не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Вся любовь к миру, я не говорю к миру, как в природе, к животным, к птицам. Это, конечно, все... Это тварь Божия. Но опять же, она тварь Божия. Посмотрите, как она мучается, как она стенает. И в Библии написано, что тварь стенает, ожидая суда Божьего. То есть эта тварь, она вынуждена искать когда-нибудь пропитание себе. Смотрим, в 30-40 градусные морозы птички вот эти малюсенькие на своих тонких лапках прыгают, ищут какие-то крохи там. Это же все не то, что там ма, весна, вот щебечет, красота. Но кроме весны существуют еще периоды, когда эта тварь себя мучается и стенает. И мучается и стенает непосредством человечества греха. Человек ее привел к этим страданиям. Она жила в раю, эта вся тварь одна жила. Я не буду вас задерживать сам, потому что сейчас тоже тут собирались делаем заняться. Я в любом случае рад нашему знакомству. Мне очень приятно было, то, что наконец у нас встреча с Ашей состоялась, мы с вами беседуем. Тем более, что я давно это планировал. Но я вот человек такой, который очень редко подходит к каким-то решениям и так далее. Но вот наконец-то сегодня произошло. 21 числа. Спустя месяц после летнего солнцестояния. Вот. Я, если вы мне позволите, буду вам перезванивать, согласовывать с вами встречи. Вот, предварительно. То, что я говорю, к словам моим не надо цепляться. Если говорю... Я не цепляюсь, неприятно с вами как с человеком общаться. Эти слова только от любви к человеку. Я хочу человеку просто спасения такого, как я его вижу. А то, что я там говорю какие-то слова, это не значит, что я его оскорбляю. Ни в коей мере. Я не услышал, кстати, ничего не понимаю. Так что абсолютно не переживайте по поводу того, чтобы меня оскорбить. Очень рад, Сергей. Желаю вам любви. Желаю вам счастья. И еще один вопрос. Какое у вас есть желание в этой жизни? В церкви, я не знаю. Вот так вот. Другого нет желания. Я об этом поболюсь. До свидания и до встречи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok